Хорошо, Панки, что мы наконец-то с тобой в кафе пришли, хоть поболтаем нормально без девчонок. Это точно Скриббл, иногда без девчонок очень даже хорошо. Ой, Панки, привет, не ожидала тебя здесь увидеть. Эй, опять ты, пошли, называется Мария, наедине в кафе покушать. Да ладно тебе, Вичи, Панки же за другим столиком сидит, он совсем нам не помешает. Да мне уже он мешает, может быть пойдем с тобой в другое кафе? Нет, я не хочу в другое кафе, я здесь хочу остаться. Эй, Панки, хватит уже на Марию смотреть, в самом деле она же уже давно не твоя девушка. Да я и не смотрю, Скриббл, я просто на витрину с пироженными смотрю, думаю, чего бы мне еще заказать. Хе, так ведь мы же уже пиццу заказали, зачем нам еще пирожные? Эй, Мария, так ты что, заказывать будешь? А что, Вичи, ты что-то сказал? Да, я спросил, что будешь заказывать. Ой, да мне все равно, Вичи, возьми что-нибудь на свой вкус. А знаешь что, Мария, на мой вкус тут сегодня ничего не продается, пойдем в другое кафе. Ой, Вичи, ну зачем другое, нам ведь и здесь хорошо было. Ой, сколько всего я накупила, донести бы мне теперь все это до дому. Хе-хе. А ну-ка, посторонись. Ой, хе-хе, ты что тут идешь, путаешься под ногами. Да что же это такое, опять этот ужасный мальчишка, как же он любит всем неприятности доставлять. Ну вот, все покупки мои на дороге оказались, теперь вот все испачкалось, как я буду это кушать. Эй, привет, тебе помочь? Я смотрю, у тебя продукты рассыпались. Да это один хулиган мне специально сумку перевернул, мне уже страшно становится по улицам ходить. Да не переживай ты так, я помогу тебе все собрать. Да не стоит, спасибо тебе большое, я и сама могу собрать, просто я уже не знаю, чего еще ожидать от этих хулиганов. А знаешь что, давай-ка я тебя домой провожу, только пошли сначала в кафе зайдем чего-нибудь перекусить, а то я такой голодный. Ой, ну надо же, мальчик такой симпатичный, только познакомились, а он меня уже в кафе пригласил, да еще и сумку мою понес. Не понимаю, и зачем Вичи меня в это кафе привел, опять он сделал так, как он считает нужным. Ой, привет, Мария, ты помнишь меня? Я Саня. Ой, привет, Саня, да конечно же я помню тебя, ты же спас меня от этих хулиганов на остановке. Слушай, Мария, а ты случайно Твенг больше не видела? А то она мне так понравилась, а у меня даже номера телефона ее нету. Да нет, Саня, я и не видела ее ни разу после того случая, но если я ее встречу, обязательно передам ей, что ты ее ищешь. Ой, ну спасибо тебе, а то Твенг такая красивая, что я даже постеснялся у нее номер телефона сразу попросить. Что-то я не понял, а с кем это уже Мария опять разговаривает? Эй, ты, парень, это вообще-то моя девушка, если что. А, ну понятно, я буду знать, вот-вот, так что знай это и даже близко к ней не подходи. Да ты что, Вичи, это же Саня, это же он меня от хулиганов на остановке спас. Правда? Ой, хи-хи, ну извини тогда, спасибо тебе, что мою девушку защитил. Да ладно, хи, любой бы на моем месте так же поступил. Это меня Твенг на помощь позвала, не мог же я мимо пройти. Здравствуйте, ребята, хи, ну надо же, какая встреча неожиданная. Твенг, привет, а это что, твой парень что ли? Ой, да нет, Саня, хи-хи, ну что ты, мы только что познакомились. Ну да, ей какой-то хулиган сумку с покупками перевернул, вот я и решил проводить Твенг, чтобы ей не страшно было. Ой, лау, ты представляешь, я только что вспомнила, что я свой шампунь-то в сумку назад не положила. Правда? А ты точно уверена, что его там нет? Ну да, я все проверила, там были только продукты, а шампуня там точно не было. Да, ну и ладно, Твенг, купишь себе новый шампунь в следующий раз. Да нет, лау, ты не понимаешь, мои длинные волосы нужно каждый день мыть, а то они не будут больше такими красивыми. Да, Твенг, ты права, у тебя очень красивые волосы, а хочешь, я пойду сбегаю, поищу твой шампунь. Ой, хи, ну если тебе не сложно, Саня, то сбегай, пожалуйста, мне в парке возле лавочки этот Найтфол сумку перевернул. Ну хорошо, Твенг, я найду твой шампунь, я тебе обещаю, хи-хи. Ой, ну надо же, как мне повезло, что я сегодня тебя встретила и Саня тоже, хи-хи. Слушай, Твенг, а мне почему-то кажется, что мы все твои покупки собрали, ты точно уверена, что ты купила этот шампунь? Да, конечно, я же его так долго искала на прилавках в магазине. А ты посмотри в чеке, может быть ты его только хотела купить и не купила на самом деле. Ты прав, Луао, надо в чеке посмотреть. Да, похоже, здесь нет уже никакого шампуня. Конечно, Твенг, наверное, купила себе очень хороший шампунь, его сразу, наверное, кто-нибудь подобрал. Что же мне теперь делать, не приду же я с пустыми руками. О, придумал, я куплю Твенг такой же шампунь и скажу, что нашел здесь его под лавочкой, хи-хи. Здравствуйте, здесь недавно девушка была с белыми длинными волосами, вы не помните, какой она шампунь выбрала? Помню, конечно, она выбрала вот этот розовый шампунь для длинных волос. Правда? Ну, спасибо вам большое, вы даже не представляете, как же вы мне помогли. Ой, Луао, ты представляешь, в чеке и в самом деле шампуня не было. Наверное, я только хотела его купить, а потом снова на полку поставила. Ну вот, видишь, а я тебе что говорил, хи-хи. Ой, а Саня, наверное, сейчас шампунь мой ищет, а его там и быть не может. Ну вот, Твенг, смотри, я нашел твой шампунь, хи-хи. Ой, Саня, а где же ты его нашел? Как где? В парке под лавочкой, все как ты сказала. Так ведь дело в том, что я не купила этот шампунь, в чеке-то его нету, я только что увидела. Правда? Ой, хи, извини, Твенг, я на самом деле купила этот шампунь в магазине, чтобы ты не расстраивалась. Ой, ну надо же, Саня, это так мило с твоей стороны, ты даже не представляешь, как ты меня выручил, хи-хи. Да не стоит благодарности, Твенг, пойдем я тебя домой провожу. Ой, Саня, так ведь меня же Луау хотел домой проводить. Да ты не переживай, Твенг, иди вместе с Саней домой, я еще закажу себе покушать чего-нибудь. Ну хорошо, Луау, надеюсь, мы увидимся еще с тобой, хи-хи. Похоже, что это тот самый Луау, на которого Панке жаловался, что он скейтергюл телефон новый подарил. Надо сделать так, чтобы он и дальше продолжал с ней общаться. Твенг, а ты можешь оставить мне свой номер телефона? Может быть, мы с тобой и дальше будем общаться, хи. Ой, ну конечно, Саня, ты же такой милый, я думаю, ты мог бы стать для меня очень хорошим другом. А почему только другом? Хи-хи, посторонись. Ой, опять ты под ногами путаешься. А привет, Саня, прикольная у тебя девчонка, и что она в тебе нашла? Хи-хи. Эй, о чем это ты говоришь? Я не понимаю. Ой, опять эти ужасные мальчишки. Хорошо, Саня, что ты меня провожаешь, а то они опять бы ко мне прицепились. Да, Твенг, это точно, от них чего угодно можно ожидать. Витчи, а тебе не показалось, что Твенг Луау понравился? Да, мне все равно, Мария, а тебе какая разница? Ну как же какая, Витчи, ты разве не слышал? Саня же говорил, что ему Твенг очень нравится, он искал ее все это время, и даже у меня телефон ее спрашивал. Ну и что из этого? Пускай они сами разбираются. Да нет же, Витчи, ты не понимаешь, Саня помог мне, когда на меня те мальчишки напали, и теперь я тоже просто обязана помочь Санне. Ну и как ты это собираешься сделать? Я подойду к Луау и скажу, чтобы он не вмешивался в отношения с Аней и Твенг. Ну, подойди, если хочешь, но я не думаю, что это хорошая идея. По-моему, эта идея просто замечательная. Привет, Луау, меня Мария зовут, я бы хотела с тобой поговорить. Правда? А о чем ты хочешь поговорить со мной? Да, я тут недавно узнала, что ты скейтер-гюл новый телефон подарил, ты мне скажи по секрету, она что, тебе нравится? Ну да, подарил, скейте, она прикольная девчонка, жаль, что у нее парень есть. А что, разве это помеха для тебя? Ну, конечно, я бы не хотел пару разбивать, тем более я сегодня с Твенг познакомился, она тоже классная девчонка. А ты что, разве не знаешь, что Твенг уже с Аней встречается? Правда? А я почему-то подумал, что они просто друзья. Да нет, ну что ты, они давно нравятся друг другу, а вот скейтер-гюл это как раз та девушка, которая тебе нужна. Да ты что, почему ты так решила? Да, я просто узнала тут недавно, что ты ей нравишься очень сильно, и если бы ты начал ухаживать за ней, она бы сразу своего парня бросила. Ты что, серьезно? Неужели я правда скейте нравлюсь? Ну конечно, я думаю, вы были бы просто замечательная пара. Это точно, Мария, только я боюсь, что Панке не понравится, если я начну за его девушкой ухаживать. Ой, да ты не переживай, Панке не будет долго расстраиваться, на самом деле ему вообще другая девушка нравится. Ну ничего себе, Мария, сколько же ты всего мне рассказала, и откуда только ты все это знаешь? Представляешь, Саня, эти глупые мальчишки подумали, что мы с тобой встречаемся. Ну да, наверное, это потому, что мы хорошо смотримся вместе. Да нет, наверное, это потому, что ты мою сумку нес. Ну ты если хочешь, Твенг, я могу всегда твою сумку носить. Ой, ну если тебе не сложно, Саня, то носи, конечно, пока у меня парень не появится. Ну ты такая красивая девушка, Твенг, я думаю, у тебя парень появится уже очень скоро. Ой, ну спасибо, Саня, ты мне столько комплиментов делаешь, а как ты думаешь, я могу понравиться Луау? Луау? А зачем тебе нравится ему? Ну просто он такой симпатичный, и еще помог мне сегодня все покупки в сумку собрать. Да нет, Твенг, я думаю, он вообще тебе не пара. Ребята, а как вы считаете, кто больше всего подходит Твенг? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. А еще заходите на наш инстаграм и на нашу страницу вконтакте, ссылочка в описании под видео. И обязательно подписывайтесь на наш канал Веселые Игрушки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!